И всем привет, ребят! С вами Старбанька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас довольно неожиданный игровой видеоролик, посвященный чему-то более новому, чего-то более интересному и, возможно, тому, чего вы сами не ожидали увидеть. Я так точно не думал, что когда-то это дело можно будет протестировать в обычных боях. Сегодня у нас на обзоре та самая пушечка, которая была у нас в гонке вооружения, а именно пушка кувалда. Мне ее выдали на мой технический аккаунт. И сегодня вместе с вами мы ее потестируем, рассмотрим ее в матчмейкинговом бою и посмотрим, насколько большое количество киллов можно дать на этой пушке. Прокачивать я так понимаю, что ее нельзя, устройств на нее нет. Обычно та самая дефолтная пушечка, которая у нас была в гонке вооружения. Мне лично интересно, сколько можно дать киллов на ней. Катаем, я думаю, что все это дело, конечно же, на Викинге. Я не думаю, что стоит здесь экспериментировать и брать какие-то другие корпуса по дронам. 100% лучше дрона, чем защитник, для меня не будет. Можно было бы, конечно, там взять какой-нибудь кризис, но если мы будем рассматривать исключительно те дроны, которые у нас являются в общем доступе для любого танкиста, то, конечно же, здесь лучше всего выбрать защитника. Урон должен быть, как по мне, такой же жесткий, как и был у нас с данной пушкой на гонке вооружения. Не знаю, почему показывается такой маленький ГС, хотя вроде как у меня все фуловое одето, но ничего страшного, я на такие моменты особо никогда внимания не обращал, поэтому даже и сейчас, в принципе, по большому счету, на этот ГС без разницы, что он у нас показывает. Одеваем вооружение, ну и сыграем пару боев в матчмейкинге, рассмотрим данную пушку в действии. Ну и главная задача на сегодня убедиться вообще в том, нагибает ли она, не нагибает, можно ли на ней дать большое количество киллов в матчмейкинге, потому что у нас до этого делали ребята какие-то там рубрики с этой пушечкой, да, они мне одному ее выдали, но никто полноценно ее не тестировал как пушку для нагиба и сколько вообще на ней можно давать. И самое главное, что здесь будет с этой пушкой с овердрайвом, я тоже не знаю, поэтому я прожимаю. А, с овердрайв, короче, ничего не дает, да, дополнительного никакого бонуса он не дает. Вот, ой-ой-ой, 1, 2, 3, 6, 7, а если был бы урон 1, 2, 3, 4, 5, вот это была бы нормальная тема. Ну и начинаем давать потихой, начинаем давать и смотреть сколько киллов мы вместе с вами сумеем дать на вот этой вот бешеной машине. Так, бульдозер тут какой-то 96 газует, ну ладно, его можно так сказать мы простили. Так, и главное не забыть о том, что у меня защитник, у меня защитник. Как вы думаете, друзья, вот прямо сейчас, смотря видеоролик, сколько мне удастся дать киллов за один матчмейкинговый бой? Я вот думаю, что, ну, где-то 30-очку сунуть на этой теме можно. То есть это, грубо говоря, ближнебойная пушка, такая же как Жига, да, только ей надо еще вот этим вот топором попасть по голове. Если попадешь, то килл дашь, не попадешь, килл не дашь. По корпусу я думаю, что лучше Викинга здесь нету, потому что дополнительно овердрайв вам еще не дает. Поэтому здесь я бы концентрировался исключительно на Викинге. ДДшки вообще, по сути, мне не нужны. Сейчас я что-то как-то поторопился немножечко. Постараемся покилять, постараемся дать полноценный обзорчик. На эту замечательную... Ой, хорошо, 20 тысяч. Пушечку сюда. Еще 20-очку. Блин, ну по 20 тысяч урона, конечно, это очень дико. Скажу сразу, друзья, пушку дали чисто на обзор ютуберам для, можно сказать, контента, да. То есть ее не собираются никоим образом вводить у нас в постоянную основу, я имею в виду как пушку, которую сможете приобрести вы, да. Как, например, пушку, которая появится в ультраконтейнерах или еще в чем-либо. Этой пушки не будет. Эта пушка будет исключительно приурочена к гонке вооружений. А это тема, то, что ее выдали. Ну, для меня лично это просто посмотреть, насколько жестко она может себя проявить в любом матчмейкинговом бою, да. Если там кому-то интересны всякие, ну, даже на ней умудрился в минуту спать, интересно какие-то рубрики там или еще что-либо, то вы знаете, с какой стороны я всегда подхожу к новым пушкам, к новым вооружениям. Мне, конечно же, интересно посмотреть, какое большое количество киллов можно набить на вооружении в матчмейкинговом бою, да. То есть я именно являюсь полноценным сторонничком. Ой-ой-ой, а я думал зацепить его, если честно. Бульдозер меня просто смел. 8 киллов! 8 киллов за полбоя, ну, такой себе, такой себе, конечно, результатик. Может, не максимально удачная карта, но начало было хорошее. То есть здесь главное стараться попадать четко в танк. Если попадать, то все будет работать, вере, жестко. Кстати, можно было бы даже хорошо поиграть на диктаторе. За счет овердрайва у меня была бы, ой-ой-ой, дополнительная бы аптечка. А так, дополнительного никакого эффекта у меня нету. И поэтому от викинга овера, ну, смысла мало, да. То есть, ну, я что, прожал? Чуть урона побольше насыпает, и все. Так, у меня 12 киллов. Давайте постараемся, ну, хотя бы двадцатку, я не знаю, всунуть. Если двадцатку всуну, будет неплохо. Ой, хорошо, сюда. Диктатор мог бы мне, конечно, и овердрайва насыпать. Но не захотел он мне немножко помочь в этом плане. Так что, давайте стараться своими силами накидывать. По сути, даже с ДАшкой, это любой ваншот танка, да, можно даже и ДД не прожимать. Я лишь прожимаю для того, чтобы увидеть какие-то более приятные циферки в виде урончика замечательного. Ну и типы начинают потиху бежать. Значит, играли на гонке в вооружении. Значит, знают, что это такое, и сколько демэджа наносит эта замечательная пушка. Курседер надо мной начинает издеваться. Ну, ничего страшного. Мы его сейчас настигнем по-быстрому. Сунем ему чуть-чуть демэджа. Ой, контейнер там летит. Как? Тейнер! Вахся! Я не успел. Ну, ничего страшного. Давайте, давайте, давайте. Сюда, 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 сюда. Сюда. И сейчас вот здесь вот мы... А, нет, не поймаем. Сразу заметил. Сразу начал отъезжать. Так, задним ходом газуем, как будто я ничего не смогу сделать. Оп, разворотик профессиональный. И сюда. Ай, не успел. Как всегда, маммот меня схавал. 15 килов. 15 килов, ну... Есть, конечно, вооружения, на которых я бы точно дал бы больше. Поэтому, если кто-то думает, что это лютейшая имба... Ну, как вы видите, 15 килов. Явно, наверное, не супер большой показатель для такой пушечки. Това механика мне очень понравилась на гонке вооружения, если честно, да. То есть, такого я не ожидал увидеть 100%. Вы видели мою первую реакцию на эту пушку. И когда появилась такая возможность вообще на ней чуть-чуть покатать, я был в шоке. Я был в шоке, что такое придумали. Да, по механике она не является чем-то тяжелым и сложным. Обычный молот, который дает урон просто большой, да. Но если бы ввели бы такую пушку для всех в матчмейкинге, я думаю, что она была бы полностью неактуальна. Потому что все бы понимали, как от нее увернуться. И как от нее не получать дэмэдж. И на дистанции... Ну, она бы была вообще максимально неконкурентоспособна в матчмейкинге. И даже при том раскладе, что у нас зачастую играют не такие уж сильные игроки в матчмейкинге. И то даже бы они привыкли бы и поняли, как нужно действовать против данной пушки, которая может нанести урон только на ближней дистанции. Поэтому даже вот этот вот результат в виде 21 килла в таком бою, это хороший результат. И знаете, что мне сейчас самое интересное стало? А что если пикнуть в осаду? Увидеть купол титана. Прожать туда своего овердрайва и двойной расходки. И посмотреть, сколько по титану прилетит дамага. Карта, конечно, не самая лучшая. Могло закинуть что-нибудь и поинтересней. Но выбирать не приходится, поэтому стараемся, пробуем, смотрим. Ждём, чтобы там против был какой-нибудь титанчик. И стараемся накидывать дэмэдж. Первая катка, ну, такая, такая, да, то есть, как бы, ну... Я и на любом другом вооружении смогу дать такое, а может, даже большее количество киллов. Поэтому ничего необычного я не увидел. Да, геймплей своеобразный, нестандартный. Но... Это больше как фан. Больше фан, да. То есть, ну, ничего такого здесь. Сверхэмбоу, по крайней мере, пока что я не увидел. Прикольно, прикольно, да, прикольно. Но я считаю, что это всё равно должно быть всё приурочено непосредственно к спецрежиму гонки вооружений, да. То есть, если кто-то бы там задумывался о том, чтобы сделать эту пушечку как пушку для всех, то, ну, это было бы абсолютно глупое решение. Да, то есть, чисто форфанчик выдали. Выдали пострелять, да, окей. И я надеюсь, что мы увидим гоночку вооружений также в ближайшее время. И сможем полноценно вместе с вами вернуться и поиграть на этой жёсткой махине. Ну, видите, здесь уже вторая катка, и игроки уже убегают, убегают, убегают от меня. Уже не так рьяно нагазовывают. И не стараются особо накидывать урончик, да, больше там откат. Потом уже с расстояния пытаются что-то сделать. Это свидетельствует о том, что если бы у нас такая бы пушка была бы в игре просто, то её бы, ну, довольно быстро начали бы контрить игроки. Да, то есть, не составило бы большого труда привыкнуть, как играть против неё, и потом уже уносить. Ладно, давайте стараться, давайте пробовать. Пока что, как всегда, начало такоеся, не скажешь, что суперкрутое. Но игроки, как всегда, начинают убегать. Ну, мне надо, ну, хотя бы, хотя бы двадцать пяточку дать, хотя бы двадцать пяточку. И главное, я хотел по куполу, по куполу сунуть. Успею ли я сейчас до купола доехать и сунуть в него? Если успею, будет круто. Ай-яй-яй, Хантер всех застопил, ничего страшного, мы, ой, хотел сказать, влетаем и даём ему по голове. Также этой пушкой можно уничтожать два танка, а может даже больше, но там надо, чтобы они находились прям в упоре друг к другу, и чтобы сам этот молот, да, мясничок, попадал полноценно на два танка. Очень редко такая ситуация бывает, но если бывает, то вот можно зацепить сразу несколько танков. Это так, к сведению о том, можно ли дать вообще на этой пушке два кила сразу. Я даже не делал, а видел, как ребята давали два кила в гонке вооружений в этом специальном режиме. Поэтому я уверен в том, что и в обычном матчмейкинге можно так же всё это дело всунуть. Непривычно, конечно, если честно, механика. Немного вооружения. Я к таким... Ой-ой-ой, хорошо! Вот то, что я хотел увидеть. Две тысячи! Две тысячи по Титану Куполу. Это я ещё не прожал овердрайв. Если бы я дал бы овердрайв, сколько бы ему всунуло, интересно. Ну, наверное, где-то порядка... Порядка... Две с половой, наверное, залетело бы. Две с половой бы залетело, я думаю, да? Ну, где-то около этого точно должно было быть. Хорошо, пятёрочку. Пятёрочку даже на кулдауне, даже когда мне сбивают расходочку, всё равно можно всунуть очень хорошо. Очень хорошо. Так, меняем устройство. То-то там... Гаусс начинает сразу переодевать пушечки под меня. Хочет светануться немножко. Но мы ему чуть-чуть усложним жизнь. Быстренько переоденемся. Каточку мы вообще полноценно выигрываем. Это очень хорошо. Ещё бы под эту каточку. Ай-яй-яй, рикошет овер-овер-овер. Так... А, нет, он не прожал. Подумал, что-то пожмёт. Вообще-то не жмёт. Ладно, если не жмёт, тогда мы ему всунем по хребту. Ай, добавить хотел ещё. Не успел. Так, 2-0 будет. Я думаю, что надо сыграть ещё одну каточку. Мы сыграли контроль точек. Сыграли осаду. Я думаю, третью заключительную сыграем в ТДМ. Да, то есть в осаде вообще... Ну, карта может по большей части такая неудачная особа. Но... Ой-ой-ой-ой, нифига меня закрутило. Но 7 киллов. 7 киллов за такое время, да. Но это ближнебойка. То есть здесь непосредственно надо играть на маленьких картах, чтобы эта пушка работала. Это даже хуже, чем какой-нибудь там Фридз Жига. Та же Изида. Здесь ещё, помимо того, что у тебя ближнебойная пушка, тебе надо доехать до противника в самый-самый упор и успеть ещё попасть. Да, то есть если ты не попадёшь, то, ну, Габелла, значит, килл ты не дашь. Вот, смотрите, ещё такие приколы бывают. Как залез на танк и не смог его уничтожить. Поэтому... Своеобразная, очень своеобразная пушка. И очень хорошо, что она не является прям дико нагибаторской в любом матчмейкинге. Прям в любом. Да, то есть, ну... Не дашь ты на ней, не дашь большое количествоиков. Как бы ты ни хотел. А я думал, что можно, если честно. Ну ладно, мы попробуем ещё это дело исправить. Попробуем ещё это дело исправить. Может быть, получится. Урон бешеный. Да, то есть, уничтожит любой танк. Если подъехать в упор, уничтожить любой танк не проблема. Проблема лишь только в том, что количество танков ты не уничтожишь большое. Да, то есть ты дашь одному, дашь второму, третий от тебя убежит и всё. Вот так вот тебя на расстоянии будет растягивать. И ты ничего не сможешь сделать. Что ты сможешь сделать? Ничего. Ещё и вот такой подкопчик какой-то срабатывает. И ты даже не можешь танк уничтожить. Ну, короче, грустная тема. Обидная. Поэтому скатаем ещё одну каточку. И это будет уже, я думаю, что последняя, завершающая. И дальше уже сделаем полноценный вердикт по этой комбине. Я уже даже вторую легенду поднял на спецаккаунте. Ничего себе. Я даже не видел. Неплохо. ТД. Желательно, чтобы была небольшая карта. Может, какой-нибудь сандальчик? Ой-ой-ой, это что? А, молотов. Молотов нормально. Молотов неплохо. Молотов неплохо. Постараемся сейчас. Постараемся сейчас. Дать чуть-чуть и ещё пилов. В год моде он. Только чуть-чуть неправильно написан у него. Так, давай-давай-давай. Второго сразу. Хорошо. Сюда ему молотком дал. Так. 25. Дам. Будет супер. Не дам. Ну, значит, не судьба. Значит, не судьба. Поехали. Работаем. 11 тысяч в башку. Очень хорошо. Вторую. Сюда ещё. Ещё 20 тысяч. Так, 4 килла. Работаем, работаем, ребяточки. Работаем, работаем, работаем. Викинга, жига. Раз, два, три. Пока. Братик. До связи. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай. Ну, челы просто матчмейкинги офигевают. Ты не думаешь, что это за бред? Откуда этот тип вылез на своём топоре? А он ещё и скрипит, этот топор, вы слышите? У меня звук хоть тихо стоит, но я лично слышу, что он чуть-чуть поскрипывает так. Так, 6 киллов у меня, 10 у нашей команды. Очень хороший результат. Это шанс на сколько? Ну, наверное, на 25-очку. Сейчас я резкменю. Это у меня шафт сразу в голову насунул. Не очень приятно. Возьмём сразу резистик, чтобы ему тоже не всё так легко и было и просто. Давай-давай-давай-давай-давай-давай, братик. Оп. Оп. Хорошо, сюда. Оп. С разворотку. И добавки. Оп. Сюда. Три шестёрки. Четыре шестёрки. Хорошо. Хорошо. Мы катку, правда, уже проигрываем. Ничего страшного. Так, попробуем сейчас поехать титана купол пробить. Там я вижу, что молодые стоят. Давай-давай, сейчас сюда. А, уже всё пропало. Обидно. Я думал, не пропадёт. Ладно, тогда просто всовываем ему. Раз, всунули. Давай ещё с овердрайвом. Чтоб дэмэджов чуть-чуть побольше было. А чё, у меня как будто с овердрайвом урона, наоборот, меньше стало. Ох, двадцатка хорошая. Так, и добавки. Что за лесорубчил, пишет он. Походу, даже гоночку вооружения не играл. Так, двенадцать. Двенадцать киллов есть. Ещё времени полным-полно. И это факт того, что на маленькой карте дэмэджа может всовывать эта пушка очень много. Нифига себе. Вот я бы сейчас офигел бы, если был бы не ваншот. Вот это было бы обидно. Если бы сейчас я не ваншотнул бы оппонента. Это был бы мой первый не ваншот на этой пушке. Оп. Хорошо. Двенашку. Сюда добавки. Давай, 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 давай. Хорошо. Сюда ещё. Вот когда типы так едут в упор, вот тогда, да, тогда вообще шикарно. А то когда убегают на каких-то бойнях, очень неприятно. Жига. Жига, братик. Здорово. Ай, промазал. Чуть-чуть раскрутило мою кабину. Восемнадцать. Ооо, вот это я понимаю. Это уже даже поход за тридцаткой. Это поход за тридцаткой. Подвезло. Подвезло. Чел негодует в матчмейкинге. Ну ничего, братик, это всё. Это последний, последний видос. Последний бой. Я больше никого не буду трогать. Не переживайте. Будете спокойно себе играть в матчмейкинге. Будете спокойно наваливать, нагибать всех, ребяточки. Не переживайте. Как вы умеете, вот на своих титано-шафтиках будете нагибать только в путь. Никто вас больше трогать даже не будет. У меня двадцать килов. Хорошо, хорошо. За полбоя двадцатка. Это уже что-то близится к Жиге нынешней. Нынешней Жиге. Интересно, вот на Жиге я в таком бою бы смог бы дать? Уже бы на данный период времени двадцатку, интересно. Чего? А, я не приехал. Найс. Ну, наверное, смог бы, я думаю. Я думаю, что смог бы. По идее, смог бы. Двадцать два. Ближнебойно? Ну, я думаю, что на том же сандале, на песке, на плато, ну, вот видите, как Молотов, на таких картах себя бы шикарно показывала бы эта пушка. Поэтому ждем гонку вооружений на... На чем? Молотов у нас с гонкой вооружений может быть? Ну, полноценно, наверное, может. Дойдя до последней пушки, на этой карте было бы вообще шикарно. Много ты, конечно, на ней не поиграешь, но чуть-чуть киллов можно дать, там, пять или сколько, или семь было. Семь киллов вроде на последней пушке надо было набить. Я вообще жду гонку вооружений возвращения. Я хоть и в последние там уже дни особо не играл, но это было больше связано с тем подбором карт. Да, то есть мне подбор карт как-то не особо зашел. Там пустыня была крутая, оса и еще одна карта, какая у нас там была, я уже не помню. Но вот они, они как-то неполноценно заехали, как по мне, в этот режим. Пустынька была очень хорошая. Пустынька была очень хорошая, мне понравилось. Оп, да, две тысячи, короче, дает. А если с овером? А с овером на сколько? На десять урона с овером больше всего лишь? Почему так мало? Почему овердрайв мне добавил только десять урона? Я немножко не понял. Я думал добавит намного больше. Мама-то овердрайв, кстати, не прожимает. Он сейчас прожил. Но я ее успел настигнуть. Так, сейчас шаут будет пытаться свестись. Ничего страшного. Мы ему еще свою двадцатку всунем. И еще. И еще двадцатку всунем. И может быть еще вот этому всунем двадцатку. До этого я уже не дотянулся. Тридцать один килл. Ну вот. Вот это уже тот результат, который я хотел увидеть. В этом матчмейкинге. Это уже хороший результат. Для такой пушечки. Ну я может даже чуть подпривык. К механике. Заодно потренировался для гонки вооружений. Чтобы уже на следующую гоночку ворваться по красоте. Уже. Чтобы. Всегда в упоре давать киллы. Знать полноценное расстояние, с которого можно заряжать. Ну и. Я надеюсь на то, что. Уже возможно в эти выходные. Гоночка вооружений у нас полноценно вернется. Уже у нас прошло сколько? Две недели, да? Или даже больше. Как ее у нас убрали. Как-то так. Как-то так. Как-то так показывает себя эта пушечка в матчмейкинге. Если вам зашел обзорчик. Если возможно хотите что-то увидеть еще. С этой пушечкой. Мне ее выдали буквально на пару дней. То пишите в комментариях к этому видеоролику. Возможно стоит где-то еще ее тустануть. Хотя. Ну наверное для меня лично было просто интересно посмотреть. Сколько можно давать киллов в матчмейкинге. На ней. За 7 минутные бои. То есть 35 я дал. Это неплохой результат. Неплохой результат. Но как я уже сказал. Она актуальна только на ближние бойных картах. Да. То есть на больших картах. Я думаю что от нее смысла вообще нет. На ближней бойке. Да. Очень хорошо. Очень интересно. Круто. Но и понятное дело. Что я расцениваю это как исключительно ту пушку. Которую я могу полноценно пообозревать. Да. То есть не ту которую там гимба там. Или еще что-то в этом духе. Чисто посмотреть. Потестить. Проработать. Да. И убедиться в том. Где она может дать большее количество киллов. Где меньше. Да. И в принципе те мысли которые в голове у меня были. По поводу этой пушки. Они и подтвердились. Да. Ближние бойные карты. Маленькие. Где можно легко сблизиться с оппонентом. Там. Она работает очень эффективно. Средние дальности карты. Большие карты. Максимально не актуальны для подобной пушки и вооружения в целом. Прожимайте лайки. Подписывайтесь на канал. Если вам все это дело зашло. Пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу. И как я уже сказал. Если вдруг есть какие-то мысли. Что можно еще записать. То отпишите. Запишу. Если успею. С вами был Мистер Ванька. Всем друзья. Спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Всем пока.